В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Согласно документу, в ближайшие 10 лет рост экономики должен увеличиваться каждый год на 4%. Также планируют, что в регионе объем промышленного производства вырастет в два раза. Как отметил глава края, следуя стратегии развития, на Кубани смогут выполнить и майский указ президента – улучшить качество жизни людей. Мы должны любые изменения в бюджет делать исходя из стратегии, а не шарахаться из стороны в сторону. А дальше мы вместе с вами будем вырабатывать тактику. Стратегия развивает регион на 7 экономических зон, то есть и на самые приоритеты. И нет смысла заниматься, грубо говоря, сельским хозяйством в Армавире, если там нет условий для него. Тогда эта зона промышленная, и мы максимально господдержку направляем как промышленные зоны. Мы, коллеги, безусловно, не то, что амбициозные стоят задачи, а необходимые для того, чтобы Кубань сохранила свой экономический рост и благополучие, повышение уровня жизни человека, жителя нашего края, его здоровья, качество лечения, рождаемость, качество образования, оказание каких-либо услуг. Коллеги, все это правильно. Но за всем этим стоят деньги. Экономика стоит. Экономика. Мы должны не снижать темпы экономического роста, а их наращивать. Стратегия – это экономическая конституция нашего края, нашего региона. И будем жить по этой экономической конституции. А по-другому невозможно консолидироваться, объединиться и двигаться вперед. На сегодняшней сессии в первом чтении приняли и главный финансовый документ края – бюджет региона. В 2019 году он будет не меньше 272 миллиардов рублей. Депутаты одобрили и предложение, которое внес губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев заявил, что основная часть денег, как и прежде, будет направлена на социальную сферу. На это выделят почти 70% средств из краевой казны. Продолжение следует...